В спортивной школе «Олимп» провели мастер-классы, новоиспеченные чемпионы мира по любительскому футболу. Игроки сборной России Гамит Шахбанов и Рустам Рамазанов. Напомним, что недавно игроки национальной сборной вернулись с Греции, где стали чемпионами мира и снова вышли на поле. Но уже знакомить начинающих спортсменов с правилами футбола. На мастер-классе побывал мой коллега Камиль Девятов. Не секрет, что футбол – это игра миллионов. Но футбол – это еще очень много работы, к которой относиться надо с полной самоотдачей. Труд на первом месте. И только затем следуют результаты. Известность и громкие победы. Гамит Шахбанов провел тренировку с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Олимп» и начал с самого основного – разминки. Показывал разминочную часть, подготовку к основной части тренировки, к футболу, на определенную группу мышц, развивающую для детей. И, соответственно, вот двухсторонку начали. Работа с мячом – то, что любят юные футболисты еще со времен, когда футбол был просто развлечением. Но времена дворового футбола остались позади. Сейчас ребята на пути к большим победам и тренируются под чутким руководством профессиональных тренеров. Давай, давай, двигайся, Чамалди, можно еще? Шахбанов и Рамазанов выбрали себе по команде. Чемпионы мира сыграли с молодыми спортсменами на одном поле. Показали ряд профессиональных хитростей. Рустам Рамазанов, в отличие от своего коллеги, по сборной играл за обе команды. Видно, да, им обидно, что они проигрывают, и поэтому чуть подбодривать надо по-любому. Они играют в одной команде, двухсторонкой. Я сам по себе знаю, когда ты сам нервничаешь, когда на тронках проиграешь. Я их понимаю, поэтому стараюсь их тоже подбодрить чуть-чуть. Несмотря на то, что игрок сборной России помогал оппонентам в игре, победу им одержать все-таки не удалось. Тренировка воспитанникам спортивной школы «Олимп» запомнится надолго. Играть плечом к плечу с чемпионами мира – такой шанс выпадает не каждому. Именно это подрастающее, по крайней мере, будет брать с них пример и, конечно, двигаться к тому, чтобы показать такой же, как они. И пока выступают достойно и представляют достойно нашу республику, наш город, нашу страну на всех чемпионатах и соревнованиях. Дагестанский футбол переживает не лучшие времена. Закат анжи, проблемы с финансированием академии и много других вопросов. Но думается, что проблемы взрослых не должны отразиться на будущем. А детский футбол – это и есть будущее. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.